Ну что, ребят, всем еще раз привет! Доллинг, долгая такая пауза у нас с вами была, но в итоге она подошла к концу, и мы с вами приступаем к рассмотру интереснейшего матча в рамках азиатской квалификации на топ-2 Asia Championship 2015. И Хоум будут играть против Deck Gaming. У нас формат проведения Best of 2, как вы знаете. Ну и чем интересен этот матч, это тем, что здесь играют топ-1 против топ-2 на данный момент. Такие вот у нас расклады, давайте посмотрим сеточку. В подтверждении моим словам вы увидите, что вот они и Хоум, пока идут 4 победы без поражения 8 очков, 3-1 у Сдека, один раз они проиграли, но в любом случае идут до позиции топ-2 и показывают довольно-таки интересную игру. Ну и давайте посмотрим, кто все-таки из этих азиатских команд будет покруче, покруче все-таки на данный момент. И Хоумы ли будут для без поражения идти, или же все-таки Сдек удастся их сдвинуть на позицию немножечко пониже. Итак, Сдек гейминг у нас стартует за рейдинг. Первую карту уберут Джаггернаут и Венджиффол Спирит, и Хоум отвечает пиком Фестлос Фоид и Скавров Мага. В банах у нас Брюмастер. Троль Варлард Сларк, и Сдек забанили Бэтрайдер, Ликантроп и Отволду Вауру, еще по нам бан нужно будет сделать. Составы. Ну, Сдек мы видели игрой ранее, да, Ку, Микаса, Гардер, Мэйби и Ксянг Хонг, он же китайский иероглиф. Ну и Хоум. Инфлейм, ДДС, Оу, вот этот вот, это, я так понимаю, товарищ Охайо. Янг, это Зет Ваеф, ну и Фэнг, скорее всего, это Муши. Если я не ошибаюсь, то это так. Ну вот по героям сейчас мы с вами точно определимся. Бан отправляет с Томпларкой Эмбер Спирит, третьим пиком и Хоум забирают себе Шадоу Финда. И довольно-таки интересное решение получается. Ну, вообще Фестлос Войт и Джекернаута мы с вами не трогаем, да, это персонажи, которых мы наблюдаем из игры в игру, постоянно, в общем-то, мы их видим, поэтому не удивлены, что они сейчас появляются у нас в пуле. Ну а Шадоу Финд у нас герой. Такой, вы знаете, очень-очень ситуативный, не часто мы его видим в профессиональной дотасцене, но вот и Хоум решили его взять, Инфлейм особо не раздумывая этого персонажа себе пикнул. Давайте посмотрим, как он себя проявит в этой игре. С Дегейминг. Сейчас будут забирать себе тоже третьего героя. Я вам напомню, дорогие друзья, что мы с вами этот матч смотрим на канале StarLadder 4. Параллельно тому же начинается на канале StarLadder 1 европейской квалификации. Ну, я думаю, по окончанию этого матча мы с вами как раз-таки на первый канал и переподключимся. Но это будет позже. Ну что, думает? Думает у нас товарищ Кум. Кого бы добирать? Это Акс тоже. Сегодня встречался очень-очень часто и видели мы его, ну, я не знаю, в играх трех, по-моему, из четырех возможных. Вот, ну, и в пятой вот игре я видел, что он появляется. Ну, почему говорю в пятой, да, потому что сегодня я стартовал с третьего матча с взяткой квалификации на канале StarLadder 4, заменил Няшхарда. Вот, и получается два Best of 2 матча мы с вами уже посмотрели. Это последний Best of 2 на сегодня. Ну, и первая карта в этом Best of 2. Ну, а завтра, как вы понимаете, послезавтра у нас продолжатся взятские квалификации. Мы с вами также будем на четырех каналах все транслировать. Вы знаете, еще очень много нужно матчей сыграть будет в этой взятской квалификации. Мы сегодня осмотрим только, получается, половинку. Ну, уже мы видим, пока. Сыгранным половиной матча мы уже можем определить с вами примерных фаворитов и примерных аутсайдеров. Ну, вот Феникса себе четвертым пиком добирает и Холмс. Дэк ответили пиком Саленсера. Очень интересное решение этот Феникс. Отвратительный герой. Почему отвратительный? Потому что он, ну, супер нереальный какой-то. Что гроза папчиков различных, что профессионал в этой сцене появляется, непонятно, что с ним делать. Ну, хотя вы знаете, про игроки они контрят достаточно легко. Феникс, да, и особо проблем он им не доставляет, но в паблике это вообще просто какая-то жесть. И поэтому игроки сами особо не любят играть с Фениксом и против Феникса тоже. Ну, давайте посмотрим, как вот у нас в азиатской доте от Эхоума этот Феникс выстрелит. Последняя стадия банов идет. Нужно Инфлейму сейчас будет забанить, я так понимаю, какого-то мид-героя, неприятного для Шадоу Финда. Забанили Марфа. Ну, кстати, да, в текущей мете, конечно же, стараются игроки и капитаны команд разбирать именно побольше кор-героев, побольше керри, армящих персонажей. Поэтому бан Марфа был очевиден. Странно, что Медузу не забанили, например. Сдека ее вполне себе взять мог. Ну и ласт бан от Сдек Гейминг. По идее, от Эхоума должен заехать какой-то керри-герой. Еще один. Пока мы видим Веслос Войду на сложную линию, видим Скайра Мейджа и Феникса в качестве суппорта в Шадоу Финд Мидер. Ну вот, героя на легкую пофармить еще не взяли, Эхоум. Посмотрим, кто это будет. Я там запилил тем временем в паблике, в своей голосовалочке, да, то есть vk.com.slashadequad.tv. Заходите, первый же пост, который вы там найдете, как раз таки будет посвящен этому матчу. И оставьте свой голос, как вы считаете, за какая команда должна здесь победить в этом матче. Какой больше шансов, за кого вы, собственно говоря, болеете. Ну и вот пока все-таки большинство голосов 67,1% за Эхоум. 220 голосов. За СДК 18%, за ничью проголосовало 15%. Вот так вот, все-таки. Эхоум, 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 это круто. Клагверк заезжает пиком пятым от Эхоум, и они решили все-таки использовать Фестлос Войда в качестве мейн керри. И Клагверк, естественно, отправит на сложную. Не стали из Войда делать оффлейн персонажа. Ну что ж, интересный вариант. Ну, в принципе, вы знаете, действительно керри хороший, что и Войд, что и Шадуфинт. Если свои артефакты пособирают, то действительно будут много неудобств противнику доставлять. Ласт пик от Ку, капитана команды СДК. Не хватает мид-героя, как мы уже говорили. Не хватает героя, который будет ставить против Шадуфинта в миде. Неплохо Микаса в предыдущем матче против Dream Gaming, по-моему, команда называлась. Они отыгрывали там ларочки. Это Queen of Pain. Вот такой вот интересный вариант заезжает. От СДК. Ну, прослеживаются какие-то комбинации, да. То есть, Акс собирается сколом врывать, склопа прицеливает на этот хороший свой Соник Вейв. Чекернаут распрыгивается. Все это под Лобл Сайленсом. Ну, вроде как, какая-то задумка все-таки присутствует. Ну что ж, герои разбираются этими командами. Значит, мы готовы приступать к просмотру первой карты. Так, забор героев у нас прошел успешно, судя по всему. От Ихоум, в частности. Ну, Охайо действительно играет на Клокверке. Действительно, Охайо под ОУ спрятался. Будет он на сложной линии сайт Инфлейм. Суппорт на Фениксе. Дидиси суппорт второй на Скавров маге. Фэнк. Так, у нас тут опять проблемки, проблемки. Если это то, о чем я думаю, то китайский сервер снова подводит. Да, лагивает. А это что значит? Значит, мы делаем вот так вот. А так вот. Потом делаем вот так вот. И у нас все должно заработать. Так, видимо, не сработало, да? Или это просто пауза? Или это, видимо, просто пауза? И да, возможно, все окей. Ладно, давайте пока допознакомимся, скажем так, с игроками Ихоум. Фэнк. Это у нас, так понимаю, муж. Сыграет на Шадоу Финди в мидлейне. Дидиси с Кавров маг. Это мы уже говорили. Ну и Янг. Янг у нас товарищ ZYF, по-моему. Будет играть на Фейслос Войде. Так, ну и из The Gaming. Мэйби. Куин оф Пейн. Гардер сыграет на Венжа Фул Спирит. Ксяо Хонг сыграет на Аксе. Ку. Сайленсер. Ну и Микаса на Джекернаут. Что удивительно, не Микаса сел на Клопу. Все-таки он на миде чаще исполняет в этой команде. Решили немножко поменяться. Ну ладно. Нажимается пауза. Все хорошо, ничего не лагает. И все работает. Шикарными крыльями Клопа, кстати. Крылья, как раз таки, которые достались от этого турнира. Покупки Компидиума, если я не ошибаюсь. Да. Пинкс. Перебегает пятером. Янг все это видел. У него, кстати, тоже мощное оружие. Видимо, айлштурма такая светящаяся. Прикольная. И отбегает. Да, и зацепить никого не удалось. Но агрессивно играется так. Очень агрессивно. Ну, по-какому теме, я не зашел. Так вот. На чужой респ. Это не на чужой респ. На чужой хэкграунд. Контролит он, видим, появление нижней руны. Туда стягивается. Микаса. Флейм идет на поддержку. Есть у него сапог. Не боится подставиться под Гридфюри. Потому что знает, что ему спиды будет побольше. Клок только же рядышком. Сейчас будет поставить коги хорошие. Коги хорошие он не ставит. В итоге вынужден отбегать. И руна достается ребятам из дек. В общем, он мог просто коги поставить. Все бы оттолкнулись. Он забрал руну и спокойно ушел. Решил не рисковать лишний раз. Ну а тут, тем временем, руну богатства также забирает. И... Ва-па! В общем-то, две руны, получается, забрали ребята из дек. Окей. Два прокольных тангусика есть у Мэйби. Ноль талисман, три веточки. Невелл первая. Пока ничего не вкачивает. Ну, понятное дело, если будет какая-то атака, то прокачает блин. Если атаки не будет, то будет, конечно же, лагер. Штул страйк. И действительно, они приходят и начинают активно Мэйби гонять. Ну а Фэнг будет набирать свой крипстат. Очень лучший. Так, ну и слейд на топе пытается гонять тякс на сложной линии. Войт, по идее, должен быть на фрифарме, но... Вот это вот синее переливание от Майл Судрома, вот этого, да, артефакта, как-нибудь купленного предмета от Янга, довольно-таки сильно мешает. Мне кажется, что как будто он по дабл дэмэджам. Дабл дэмэдж здесь нет. Слишком какой-то резкий эффект. Карта в терении в спину. На Фэнга заходит. Там был шадоу-страйк. Мэйби пробивает с руки. Фэнг на развороте тычку дает. Венжи-фул-спирит погибнет, но ИСФ тоже погибает. Очень четко все сделал Муша. То есть он оценил вовремя ситуацию. Понял, что он здесь уже в живых не останется. И сделал максимум возможным. То есть забрал в таверну за собой одного из игроков команды из Дэк Гейминг. Но, в любом случае, за ребятами из Дэк. Первый балл. Это самое главное. Атака пошла на все время на Ксяо Хонга. В ДС вместе с Энфлеймом продамажили. Но бить, понятное дело, пока не смогли. Хотя могли попробовать. Если б, например, Фэслос Водит впрыгнул на Таймволк. Дал бы замедление. Возможно, получилось бы башку и не сработало. Не стали. Не стали пробовать. На сложной линии здесь у ее Хоум стоит Покверк. Третий уровень уже себе смог забрать. Четыре Квипочка убил. Пока пытается получать свой экспириенс, получать свои деньги. В свою очередь, суппорты с Дэк тоже делом заняты. От Водики. Все это положено. Это правильно. Нельзя лишать возможности спокойно фрифармить Джиггернауту. Нужно, чтобы мы фармли. Шато страйки снова в муши. Мэйби. Достаточно серьезно так пробивает. Шатоу Финд периодически успевает еще перед атакой зайти на... Подняться на своих играх, он тебе даже вот прозвучку мэйби даже промах сраматал. Бывает такое. Рейсбенд. Есть у Шатоу Финда. Невел третий. Крипстат 6 на 0. Люк Попы 10 на 7. Ну, пока мэйби свою линию выигрывает. Не стесняется уже. Мужча использовать и Койлы. Что-то помочь себе подкрепстатить. Ну, пока все равно по Крипстату отстает. Акс. Вот на сложной линии натерпелся. Понял, что там делать больше нечего. Уровень второй себе поднял. Пошел в леса. Настакает себе сейчас что-нибудь. Пытается подфармить. Ну, и на полном-полном фрифарме уже оказывается речь за двое. Сапог у него есть. И третий уровень. Кстати, Крипстат топовый. Здесь у нас Джиггернаута. Что-то как с Крипами. Хотя нет, тоже нормально. Отставание всего лишь в один Крип. Более-менее фармит Микаса. Сложок вот появился тот же. Лево-четвертый. Все как полагается. Но Охайо занят тем, что раскидывает ракетки. Видит, что суппорты с предположенной командой делают отводы. Ну, и пытается зажимать Крип-воп. Вот эту пачку не зажал. Хотя тут отпушил линию достаточно серьезно. Микаса. И вот под своим тавером Охайо сейчас будет зарабатывать денег. Шадуфинт. Боттл. Лево-четыре. Сзади за спиной стоит инфлейм на сапоге. Лево-па. Ну, Спирицы прокачал. Видим, есть также у него дайв. Все расположено. Так, и Охайо пошел контролить ровно. По дворному это делает. Кстати, если есть желание у СДК, они могут его спокойно прогнать. Но пока есть только один гардер. Гардер отходит. Тут вытягивается, видим, сайлендер. Курса есть. Есть ластфорд. Так, картер. Пошел, 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 пошел. Ластфорд у Али есть танчик. Оги ставятся, но за пределами РНГ находятся суппорты. Поэтому спокойно пробивает. Приходит у нас и видим Акс. Берсекс колом стянул. Охайо пытается уйти и уходит. 155 хп у него осталось. Дэмэджа мы видим. Этих персонажей не хватило. Ну, почаще бы прокрутился Акс. Возможно, было бы больше возможности сделать килл. Но. Прокрутиться нормально не удалось. Оставляет руну для Мэйби. Это руна Покатства. Так, а на топе руну забрал Феникс. Это Инвиз. Ну. В Капу здесь можно убить только одним способом. Это забайтить на СФ. Чтобы Мэйби поверил в то, что он убивает СФ, а пошел за тавер, там его можно было бы принять. Или хотя бы развести на блин каким-то образом надо. Ну, пока Мэйби играет очень-очень аккуратно. Видим, хорошо крипстатит. Фраг у него есть. И под такие очевидные байты он не подставляется. Левел 6 у него появляется Соник Вейв. Ну, вы знаете, что Соник Вейв это сейчас смертиподобный спелл для СФ. И, конечно же, потому что СФ не обладает большим запасом здоровья, как вы знаете, на протяжении всей игры. И вот, когда с чистым уроном тебе там будет для начала залетать 325, достаточно серьезно будет снимать здоровье у Шадоу Финда. Ну, для него, скажем, вот у него 644 хп, да, в Мэйби 325 чистого урона, то есть это половина здоровья. Просто с одного Соник Вейва. Вторую половину можно Шадоу Страйком и тычками снять. Запрасно. Плюс не забываем, что есть еще и Скримов Пейн. Тоже штука хорошая. Ну, вот пока мы видим, пошел и СФчик фармить стаки, приготовленные, это получено суппортами своей команды. Но в это время Феникс на миде получает экспириенс. Ну, они таки важные решения, важный мув по тайхоуму. В итоге все остаются в плюсе. СФ покупает себе сапог. Ну, и Феникс тоже остается в плюсе, потому что, ну, крипов, если ему не достается, ну, так экспириенс он точно свой получает. Акс вернулся на сложную линию с четвертым уровнем. Сапог у него есть. Вардец один. Феслос Войт нас что-то себе приобрел. Приобрел он. Рецепт нами даст. Ну, на остальных линиях пока спокойно. Ну, вот Микаса, видимо, выформил себе Морбит масочку. Это будет у нас новый трендовый такой Джиггернаут с покупкой Мома впоследствии. Ну, и смог с охот от с дек. Мэйби готов раскастовываться. Фулл хп, фулл МП. Видит здесь Охайо. Микаса заходит. Омни слэш за юзал. Добить надо. Залетает Кин оф Пейн. Дает Скрим оф Пейн. И убивает. Ну, да, с тирением Муэсэфа. 2-1 пока пользуется дек. Вы знаете, начало дек очень даже хорошего. С тирением Мэйби. Смотрите на Фэнга. Хорошо встречает здесь Муши. Койл дал. Еще один Койл тычка с руки. Смотрите, не растерялся. Красавчик. Слушай. Сейф ТП там еще с Ковров Маг сделал. Ну, а тирением Джиггернаут видимо забирает. Спокойненько Тавр снизу. Ну, Микасы. Через следующую пачку крипов уже появится Мон. Если он хочет его приобрести. Ну, я думаю, что вряд ли это будет какой-то... Не знаю. Владмер. Так, как с уровень 4. Что там у нас у Войда? У Войда левел 7 уже. Храносфера появляется. Так, ну и вот. Так, несет. Несет тебе уже Микасы готовый мамочек. Ну, мне слышь пока кулдаун. Не особо опасный Джиггернаут. Так, а вот тут у Муши появляется Баклер. Это у нас тот самый СФ через Микасы, который будет. Гардер пошел. Довольно уверенно так нападал. Прям оказалось, что он хочет уже сцепить СФ. Поэтому мы пытались бы его убить. Ну, Мэйби, в принципе, подходил. И магического прокаста могло хватить, чтобы снести лицом Муши. Но не дотянулся станом Гардер. Контрольца руна. Мерклзбергает Джиггернаут. Хорошо. Охайо оценил момент. Знал, что он не слэш кулдаун пока. И просто наглое заизал тэп аут. Акс Транквилы. Левел 5. Готов уже нападать. Ну, 935 монет. Нет у него еще даггера. Возможно, есть смысл просто сместить своя леса и дофармить на даггер. Да уже. Шансов зацепить кого-то будет больше. Так, Саленсер. Когда Джиггернаут отошел в леса, начал фармить, видим, легкую линию. Ну, фу, возможно, захочет вынести себе какой-нибудь Медас. Клокверк ему активно будет мешать. Ну, вот, курсу повесил. Принужденный клокверк включает батареи ассалт, чтобы сбить курсу. И юзать ботал. Появляется левел 6, и уже будет хукшот. Знаете, если хорошо попадет хукшотом, можно попробовать и Саленсер разобрать. Но там, правда, Dangerful Spirit уже на подстраховочке стоит. Так, Янг покупает себе ПТ после Медаса. Левел 8 имеет. Ну, абсолютный чистый фарм у этого Фестлос Войда. Никто ему не мешает на линии. Никто к нему не приходил, ни разу его не гангли. Поэтому Фестлос Войд, как мейнкерри команды, конечно же, должен будет тащить. Ну что ж, практически действие интегры у нас уже позади. Довольно-таки мало фрагов было сделано. В целом, пока только видим фарм доту. Ну, вот, возможно, дальше будет повеселее. Видим, Мэйби. Серьезно, так показал инфлейм. Инфлейм на дайве уходит. Мэйби покупает себе робе. 1000 монет, скорее всего, будет делать Саленс. И Хедреска появляется у Шаду Финда. Мека на подходе буквально через 10 монет. Хотят собрать Тауэрс Дек. Точнее, Эхоум на топе. Мешает Акс. Л-6. Так, контрольца руна. Вперед у нас иллюзии. Шаду Финд. Но вот опять же, Мэйби не дает Соник Вейв. Почему не дал Соник Вейв сейчас? Мне непонятно. Все-таки 350 здоровья было. 325 бы Соник Вейва снесло. Остальное бы дотикло Шаду Страйка. То есть вполне-вполне можно было делать фраг. Но Мэйби Соник Вейв экономит. Ну, теперь уже будет Шаду Финда. Не так-то просто забрать. У него появляется Меканз. Все немножко подфармили на нижней линии. То Саленсер свера постоял. Теперь Венжи Фол Спирит тоже получает свой экспириенс. Ну, Саленсер левел пятый. Д-6 мог бы потерпеть. У Кардера тоже скоро будет левел шестой. Покупается в Леверном Шадоус. А, Микаса в Наглую. Парни тоже чужих эндшит. Ну, Фейсбутс плюс Мом позволяет ему это сделать. Он мне слышно не откатился к стати. Попробует Клокверка, видимо, еще раз забрать. Мом активировал. Ультанул. Клокверк. Блейд Фьюри. И Хроносфера ставится. Но, правда, Клокверк уже успел погибнуть. Вместе Клокверка подошедшего сюда. И уносит Джекернаут об таверну. Ну, один в один получился размен. Джекернаут пошел. Фраг, конечно, он сделал. Но погиб сам. Стоил или на того. Не знаю. Ну, особо денег Джекернаут не потерял, мы видим. Да, успел закупить себе рецепт на Яшу плюс ТПшку. Такой соу-соу размен. Ну, скажем, больше Джекернаут, мне кажется, потерял. Да, если бы он не умирал, у него было бы сейчас 25 секунд, которые он мог бы фармить, нежели сеть в таверне. Так, Мэйби. Подставляет спадажен сил. Здесь инфлейм. Выдает спиритцев. Мэйби, ждет, как кончится Эншент Сил, стики, юзайт, граньковывается и уходит. Ну, с достаточно большим запасом здоровья Мэйби заходил за Тауэр, поэтому смог пережить эту агрессию. Месячих приходит, видит Акса. Прыгивает неплохо Ахайо, что там цепляет. Пошли Койлы и Акса без шансов растоптали. Видите, фраг Грейхоум. 3-3 пока довольно-таки все ровно. Давайте оценим графики, давайте оценим экономику. Итак, с Дэк вели 2000. Потеряли сейчас Акса, немножко графики упадут. В целом, 1000 преимуществ у Дэка к прежнему имеется по экспириенсу. Впереди ребята из Ахоум. Пытается, мэйби, забрать Тауэр. 193 здоровья осталось на Дэфид. У нас видеофейс Лосвоид без хроносферы. Купился, кстати, Мидасвоид. Хочет вынести себе хорошие артефакты. Так, ну а Муша здесь Мекка, Сапог, Боттл, Рейсбенд, 11 уровень. Даже Мекку собрав, Шадуфин по-прежнему остается героем с достаточно малым запасом здоровья. Даже 1000 не набирается. А тут интересно, с Дэки пошли убивать Рошанчика. Мне кажется, может позволить себе танч, типа есть спиной у него Хилинг Вард. Плюс помогает, конечно же, Гарбер. Так, ну, видимо, Хоум. Даже и подумать не могли о том, чем могут заниматься ребята из Дэкс. Но Янекис остается Микаса. Яша у него уже на подходе. Вообще, мы видели от Микасы... Нет, не от Микасы, мы видели от других профессиональных игроков Джекернаута. И там перед Яшей была медалька. После Момо. Здесь медальки нету. Так, смог одовременно покупать себе Венжи, Фулл Спирит и Клокверк. И та и другая команда хотят сейчас сделать какую-то вылазку. Мэйби Смиды сейчас выфармит от второй Обливиан Став. Останется как у нас фитек на фармс. На топе. Снова стянулся З.В.Ф. и продолжает фармить. Но появляется Банда Фулвенскен. Тауэр доняет Шадуфин. Ну и все, как бы Тауэр донает. Тут уже драку-то и не придумаешь. Вот эти два Тауэра не полезут с дека. А их в принципе нет смысла не начинать драку, когда они там без своего Тауэра. И без своих персонажей. Акс наконец купил себе Таггер. Пока в стэше находится. Мэйби. Контроль труну. Скавер-авмак успевает быстрее. Так, натери него мне слэш. На Фэнга. Мы Микансом очень вовремя. Микаса вынужден убегать. Дает Бэд Фьюри. Кукшот неплохой. Коги ставится. Так, Койлы пока нет смысла юзать. Хороший станет ставится Супернова. Реггам оф Солл. С большим проблемой Джиггернауту. Но успевает он убить, видим. Феникса. Глобус Аленс прошел. Прыгивает Мэйби. Неплохая хроносфера ставится. Но не цепляет она Джиггернауту. В итоге Квапу убивает товарищ Янг. Идет дальше за Бенжевл Спирит. Прыгивает на Таймболк. Пробивает Гартера. А что делать с Джиггернаутом? А вот что делать. Приходит ДДС. Неплохой рассказ. Эншен Сил плюс Мистик Флэр. Микаса пережил этот рассказ. Пытается уйти. На Сайленс РЛО ХП. Янг в тагону. В тагонку не бросился. Теперь остался один. Скай. Выходит Акс. Берсик Сколл. И делает фраг. 7-5. Ну какая-то такая-то драка получилась. Откровенно говоря. Мог получше. Флэр Слэр Слэр. Поставить Харна Сферу. С другой стороны. Вообще смысла особо и Хоум Траку начинать тоже не было. Особенно в Джиггернауте. Когда у него была Екс. Ну в общем. Как-то так разменялись. 7-5. Ну ладно. Давайте посмотрим. Чую пользу. Вот показывает. Что пользу в тег. 4 тысячи денег они выиграли. По Эксперинсу 500. Так. И Сэпчик. Тотем. Без смерти уже есть у Муши. Ну блин. Тяжело ЭСФа поймать Кураж. Именно вот. Начинать. Игру с каких-то фрагов. Да. И потом продолжать. Ну так. Сидим. Вкрызается в ЭСФ. А Кукшот тем временем. Мистик Флэр. Коги. Пенг ушел. Янг залетает. Аксы уже сбрили. Микаса вынуждена отходить. Так. Свап. Ой. Хорошо. Как зацепили Фейс Лосвоид. Пытается забрать Фейс Лосвоид. Отходит. Пешочком не добили его. Держится на урна и курса. Пока живет. Тепаут юзает. И уходит. Неплохо. Пережили агрессию со стороны с дек. Хоумы сделали один фраг. И разбежались. Хабан. Только-только приобретается Лесаленс. На топе оставили ее одну. Она забирает Тауэр. Ну что. 17 минут игры позади. Ну вы знаете. По-прежнему непонятно. Кто в этой игре все-таки сильнее будет. Потому что и Джиггернаут хороший здесь есть. Неплохой Ягс. Квапа. Который себя толком еще хорошо и не показал. У нас в всей своей красе за месяц 5 на 5. Но с другой стороны там Войт. И опять же. Сэвчик. Все эти ребята имеют неплохой Лейф потенциал. И при фарме определенных артефактов конечно. Будут убивать всех и вся. 1800 нафармил Микаса после Яши. Понимаю что следующим артефактом будет какой-то Манта Стайл. Тут спрятался Мэйби. В виде ТСФ. Понимаю что там СФ не один. Поэтому смещается медленье. Фармить дальше. Ну а ребята из The Home перетягиваются на топ. Будут ломать Т1 Тауэр. Кстати ни один Тауэр они еще не спушили. Но потеряли уже 3. Ну вот и благодаря этому как раз таки с декой имеют преимущество. По деньгам. Дают еще и Т2 Тауэра. Здесь Микаса. Оставляясь тягивать сюда ребята из The Home. Но в тем временем Муши на топе тоже Тауэр пытается забрать. Без сопротивления кстати. Смог вылазка. Ну тут просто УЗ-2Ф и готова хроносфера. Поэтому хотят подраться. Супер новая у Феникса тоже есть. Здесь DC готов Мистик Флэр. Фукшот у Охайо. Перебегают. Микаса тут отходит. Чувствую. Чувствую что их умы могут подойти. Внезапно они пропали из-за карты. Оставили вард. Рывается войд. Хрона. Мистик Флэр. Неплохо. Мэйби вместе с Микасой могут сбрить. Но вот Мэйби уже сгрыли. Тоже минус Микаса. Акс прокастовался. Отличная ставится. Супер нова. Акс тоже минус. Это минус 3 от Ихоум. Ну такая вот хорошая хроносфера. Сейчас она зарешала. Даже без рекой Мофф Соулс. Так разобрались. Это на самом деле просто вот в одной точке. Вот буквально действительно. Пиксели друг от друга встали Джиггернаут и Квапа. И Мистик Флэр конечно их не простил. Слишком бешеный там получился урон. Да. Ну и в итоге после этой драки конечно Ихоум зарабатывает много денег. Они сейчас будут забирать еще один тавер снизу. Огр Клаб появляется у Муши. У Хаслос Войда Яша. Алтимейт Орб и будет делать конечно же Манта Стайл. Ну а для чего здесь Манта Стайл? Для того чтобы просто избегать Global Silence. А то его что-то скидывает. Так ТП сюда. Приходит Гардер. Еще одно ТП. Узгрифортификэйшн. Стан Войда. Мэйби тут Соник Вейв выдал. Прыгивает. Скрим оф Пейн. Омни Слэш. Фестлос Войда приговаривает. Скавров Мак тоже отъехал. И пытается уйти у нас инфлейм. Давит его. Спирит совдал. ТП аут проезжал. Но не отпустили. Ответные три фрага от ЗД Гейминг. Очень качественно все сделал Мэйби. Хороший получился магический прокаст. С чистого урона еще и Соник Вейв заехал под Войду. Хорошо. Ну и там. Не растерялся и Джаги. Отвечают. Отвечают очень серьезно с дек. 10-10. 20-ая минута игры. Качели у нас конечно просто нереальными. Так и должно быть. Так и должно быть. Когда встречается ТОП-1 команда против ТОП-2. Этой квалификации. Действительно должна быть заруба. Я вообще. Думаю что матч должен закончиться счетом 1-1. Потому что команда сильно достойна друг друга. Может быть и Хоум немножко посильнее. Но. Дек тоже не промах. Но вот Микаса покупает себе. Сон поставил готовые. Нашли чужие стаки. Эншинтов. Ой. Здесь хороший фарм. Забирают. Много денег. Наверное не смог вылазка от Ихоум. Так. Фесслесвайт ускоряется. Таймволк. Хрон оцепляет 1-й венжифол спирит. Мистик флеер. Не спасти картера никак. Ну все правильно сделали. Просто продали своего венгу. А остальные просто спаслись и ушли. Все верно. На данном этапе разменивать хроносферу на одного своего суппорта это хорошо. Вот у Янга появляется, видимо. Он поставил. Рецепт уже готов. Курьере. Сейчас он прилетит. Феникс и ничего нового левел восьмой. Клокверк покупает себе став на фор став. Хочет нафармить. Ну и у Муши готовое БКБ. 1110 и Хоум. Передина 1 фраг. Мэйби 2-400. Пока после Сайленса ничего себе не приобретает. Думает, видимо, над своим следующим артефактом. Вообще, что в этой ситуации может помочь? Есть ли смысл сразу уходить в Хекс? Вообще, в Хексе всегда есть смысл. Особенно, когда ты не знаешь, что тебе покупать. Всегда покупай Хекс. Лишним артефакт этот не будет. Может быть, есть поактуальнее артефакт для Мэйби. Именно в данный момент против героев противника. Ну, уходить в магический урон я бы не советовал. Да, но в плане покупки там... Не то, что магический урон, а просто уходить в апгрейд своего ультимейта в виде покупки Академы. Я бы не советовал. Не сам этот крутой. Артефакт будет не лейтовый, скажем так. ПКБ покупается. Ну, типа, если ты попадаешь в хроносвер, то в любом случае погибнешь. Будет у тебя БКБ, не будет у тебя БКБ. Да, может быть, из-под Сайленса с коверов мага уходить там как-то. Ну, посмотрим. Посмотрим, что же он все-таки выформил. Ну, в Линкен-сфере тоже особого смысла, наверное, нет. Таких точечных спилов у ребят из Эхоум так уж и много. Возможно... Все-таки это будет Хекс. Ну, посмотрим. Пока 3-400 денег есть у нас у Пин-Оф-Пей. Ничего себе не приобретает. Снизу Тавр забрали ребят из Эхоум. Перетягиваются на свой СТ-2. Отдавать Тавр не хотят. Да, 1400 монет на фармах спешат Уфинт. Скай, сапог на талисман. Охайо. Форстав. Ну, надо ставить у Хейс Лиз Войт. Тотолненько у Хроносферы не ставил. Контроль от Руна увиден. Девардинг идет. Там у нас кейст. Ну, в целом можно пробовать какую-то смог вылазку организовать. Все-таки хроны нужно использовать. Фармит Акс. У него тоже появится в Форстав. Все фармят. Форстав появился у Салитера. Все-таки не было Момо. И Глоба покупает себе БКБшечку все-таки. Все-таки БКБшечка. Так. На чужой хайграунд поднялись и Хоум. Готов прыгивать в Фестлес Войт. Но пока Вижена не хватает. Здесь Микаса пробегает. Очень хочется брать Микаса. Не смог прожимать на хайграунде. Войт. Ой, да ладно. Впрыгивает первый Акс. Глобал Салит. Прошел большие проблемы у Войта. Залетает Соник Вейв. И сэйв здесь. Хрона накрывается. И на разворот. Начинает бить их. О, ломает пицца. Залетает там не слэш. Там неплохая Суперноу. Войт погиб. Погибает Акс. Погибает Венеджи-Кул Спирит. Дерутся тут против. Видим, Джекернаута. Забирают его тоже. Ну и погоня сейчас пойдет достаточно серьезная. Джекернаут сделал байбэк. Вот теперь стоит после байбэка отступить. Хорошая реакция у Акса. Вот что хочется отметить. Как только смог пропакал, пропал, он сразу впрыгнул. И скастал Берсэк Скол. В итоге немножко запоздал. И получился хрона сфера от Войта. Ну и не такой супер шикарный раскат, который мог получить СТХ. В любом случае они эту драку выиграли. А 1400 денег они заработали. 4000 экспириенса. Противник, видимо, всего 29 голды отняли. Причем Джекернаут. Забирают байбэк. И, как мы понимаем, остался совсем уже без средств. Ну а здесь СТХ должен был нафармить неплохое количество денег. Так и есть у товарища Муши. Где тысяча после замеса нарисовалась. Ой, да ничего нового. Но он погиб. Ну и посмотрим, что будет дальше. 25 минут игры у нас уже практически позади. 12-14 счетов. Холм на два фрага впереди. Но по нетворцу, по экономике они прежде не проиграли. Вот так. Микаса пошел пробить эсэфа. Получает эншен сил. Оставляю иллюзии. Иллюзии разбиваются моментально. Ну, не слышали, что нету Джекернаута. Вообще, можно его не бояться. Впрыгиваю на тиреню Мэйби. Дал рассказ. Рвается тиреню Войт на развороте. Мэйби БКБшку получил. Ну вот, БКБ не спасает от ударов Войта. Свапает, видимо, Меджипл Спирит. Спасит своего тиммейта. И папу спасают. Активировал БКБ. Мэйби залетел такой. Думает, вот я, мидер, сейчас как дам налево-направо касты. В итоге получил баш и чуть не отъехал. Брать не надо быть. Все-таки это будет. А последствия это будет еще и сэф, который также будет нарезать. Так, попытка запить на топе. Берсик Сколл. Янга. Раскаст под Сайлицем. Янг. Манта Стайл. Хрона поставил на развороте. Отъеда сейчас будет Момчик под Мэйби. Пытается пробить. Фурстаф Мэйби уходит. Но такса здесь уже не отпустит. Миккал. Угибает Акс. Квапа еле живая отправляется домой. НТП. Не добили Фейслес Фойта. Не хватило демеджа. Опять же, не было Соник Вейва на тот момент у Кин оф Пэй. Был бы Соник Вейв, очевидно, фраг должен был бы быть сделан. Ну и Фейслес Фойт красавчик. Тоже не растерялся. Манта Стайл хроносверка. Ну пока там Квапа с Аксом развлекали на топе и хом. Тут же Микаса вместе с Гардером и, видимо, Уэску пытаются забрать Рошана. Перетягивают сюда и хом. Но и Микаса пытается очень быстро Рошана забрать. Забирает Аегис. Сайленс на Венжи Хун Спирит. Глобал пошел. Умни слэш минус Феникс. БКБшку Фенка организовал. Забрали еще из Кая. Стан после БКБ. Большие проблемы Муша. Прыгивает Мэйби. И Муша тоже погибает. Минус 3 сделали с дек. Вот видели же и хом, что не успевают они за Аегисом. Все равно пошли. Были наказаны. Но вообще, конечно, глобал Сайленс был хороший. Сайленс пас. Коэн Бойстер. Охайо выйдет в Аганим. Полтор пищи Фестлесс Войт. Ну и падает Т2 Тавер. В отсутствии, конечно, СФ-а тут можно набезобразничать. Сейчас деком они этим и занимаются. Подпушивают то, что они могут подпушить. И опять же появляется Шадоу Блейд. Ну зачем эти Шадоу Блейды от Микаса, а? Комментировал сегодня я одну игру. В одной команде Spirit Breaker и Джекернад купили себе по Шадоу Блейду. Через 10 минут игра закончилась, они проиграли. Ну, не знаю, в чем смысл этого артефакта. Абсолютно ничего он не дает. Понятное дело, что и Хоумы увидят сейчас эту Шадоу Блейд, и они купят себе там одну просветку кто-нибудь из саппортов. Да даже и без просветки можно. Есть Хроносфера, она видится в Шадоу Блейд. Отрывается Войт, вот оно Хрона. Правда, Микаса не сцепил. Он все время вместе Клеяра залетает в Мэйбе. Мэйбе распластался. Микаса ничего не может сделать. У него тупо пулдаун на Омни Слэше. Идет дальше Войт, убивает уже двоих. А Акс тянул, видим, Янга. Ну, отвлекает он от Сайленсера. Акс пытался уйти на Таггере, сбили ему. Этот самый Таггер тоже убили. Минус три. Джаггера таки отпустили, за ним погоня не прошла. Мне нужно было его в первую очередь сливать. Ну, не было у Мни Слэша, то есть убили бы, сняли Аегис. После Аегис он бы дал максимум какой-нибудь Блейд Хьюри. Ну, или Шадоу Блейд. Хотя по Шадоу Блейд Дом он смог бы и уйти, наверное, да? Хотя Сандришник был у Скайвера Мага, куда никуда бы он не ушел. Ну, ладно, то такое. То такое, в любом случае, драку выиграют, ребята, из Эхоу. 18-15, 28 минут игры позади. Покупает Фесслэс Войт два Блейд Фалакрити. Он будет делать, я так понимаю, Диффужил Блейдс. А Диффужил Блейдс здесь хорошо. Почему? Естественно, почему именно Диффузы. Довольно-таки нестандартное решение. Я понимаю, у Диффузы, когда покупает Джекернал, да? То есть против него там покупают какие-то Госкептера, он хоп с Диффузами. Снимает гасты, убивает всех, бьет с руки, и все замечательно. Если возможно, Диффузы покупает себе Фесслэс Войт на будущее. Думаю, что Сдеки тоже будут покупать против него всякие Госкептеры и прочую гадость. А коня одного Госкептера я в запаке у Сдек не вижу. Возможно, Янг рано запаниковал. Ну, ладно. Лишним не будет, скажем так. Диффузы тоже артефакт хороший. Что, 18-15, 29 минут игры позади. Башер, в те времена, появляется в 14. Но вот уже что-то более-менее адекватное. Боинг-бустер. Сяо Фонг, пытается выйти в Аганим. Ему, конечно, лучше выживаемости добавить, да? Эти всех Аганим это... Такое себе, если тебя убивает просто Фесслэс Войт с руки. Потому что нет вангуарда, как так сомнительно смотрится. Такая достаточно легко пробиваемая цель получается. Клоп-пам. Утимейт топ. Вот, возможно, сейчас Мэйби выйдет все-таки. Хекс. БКБ, прямо скажем, его особо-то не спасает. Но, опять же, как я говорил, попадаешь под хроносферу, а Мэйби у нас все хроносферы в замесе ловит. И ты уже не то что БКБ прожимать не успеваешь, ты просто из хроносферы не выходишь. Мистик флеер один тебя съедает. Так, почти Аганим есть у Клокверка. Пресслэс вводит у нас нафармил на Дефужил Блейдс. Ультимейт топ тем временем появляется у Муши после БКБ. Микаса. Ой, Шадо Блейдс пяносит DC видел, DC видел. Ставит Центришник, дал Саленс, Манта Стайл сбивается и... Джекернау делает фраг. Подловил, как в чужом лесу, Витим Джаггер. Очень опасно хочет действовать. Пытается забрать Витим Кэпла Тауэр. Сквозь антибэкдор систему. Режет, режет, режет. Не дорезал, дамагжа не хватает. Так, ну я Игис уже, видимо, ушел. Успокоилась немножко игра. Давайте посмотрим графики. Видим, что преимущества КАО на 31-й минуте нет. 32000 вообще ничто. В ХП то же самое. И довольно-таки ровная ситуация получается к этой минуте. Вот Шадо Финд купил себе Манта Стайл. Начинает потихонечку артефакты собирать на дэмэдж. Чтобы неплохо наваливать руки. Возможно, сейчас понаблюдаем какую-нибудь смог вылазку из команды. Вот и Хомбом собираются. Да, смог провязали. Что искать? Искать оппонента. Официальный терр не настоящий. Не настоящий. Знает об этом и Хомбом. Не спалились. Двигаются дальше. А тут предусмотрительность деки тоже уходит из своего леса. Не подставляясь. Все верно. Может быть, сами ответный смог проезжает сейчас. Пошли клейки. Да, примерно догадывается, в Мэйбете находится оппонент. А снизу СФ-чика, видимо, обнаружили уже. Видимо, попробуем это два тама, что ли, забрать или как. Ну что, СФ активно? Активно пушит. Ксяо Хомб готовы ли врываться в СФ-а? Если вот вообще в этом смысл. Получает шот. На даггере уходит. Тайкер пока кулдаун знает об этом и Хомб. Врывается Fastless Void. Внезапно на Акса. Хорошо свапает весь Vengeful Spirit. Но ее нужно хотя бы забирать. Глобал уже прошел. И Укшоа залетает дальше. Ух ты, неплохо. Залетел Охай. Твоих там зацепил. Ставится, видимо, супернова. Моментально разбивает лицо Аксу. Соник Вейбет неплохой от Мэйбет получился. Убивает он с кавров мага и Клокверка. И все, все убегают. Он не слышит, что уже был провязан от Пикассо. Видимо, в никуда. Тайбет и Флейм убегает. Янг ТП Аут. И Сэф, я так понимаю, тоже ушел на ТП. Ну что ж, такая драка получилась. У нас довольно-таки интересная. Два в два. В итоге... Вы посмотрите, насколько ровные изменения. И в золоте, и в опыте. Прям тетелька в тетельку. Полтинничек. Ну да. Сложно оценить, кому же все-таки плюс. По оффлейнеру умерло и по суппорту. Ну так, подрались, подрались там. Окей, разбежались и опять фармятся. Джаганат, 2900. После Башар. Феникс у нас имеет Юл. Но он ходит фармить дальше. Сэф тоже для 200, кстати. На него выходит у нас здесь Чикернаут. Под Шатоблэйдом. Он выбегает. Кукверк покупает себе Аганин. Так, Акс. Ну и Клопа. Вот только-только появляется Хекс. Ну вот с Хексом, может, повеселее будет. То есть это мэйби. Кроме там уровня ультимейт. Третьего. 170. А, урон 490, да? Ну, сто чистый. 490 урона сейчас как-то не очень, конечно. Много это. Ну что, фарм продолжается у нас. И... СФ без планет тысячи. Все фармят. До появления Рошан. Я так понимаю, Рошан появится через 15 секунд. Рецепт ошиб из гард у Акса. Забил на идею покупки Аганима. Решил купить себе Шиву. Что-то все и сразу хочет Ксяхонг. Засли на Рошанчика. Очень быстро их ом сориентировались. Этот смог прожимает стэк, конечно. Они попытаются сейчас помешать. По всей видимости, не успеют. Довольно-таки быстро Трешан падает. А если успеют, прям в тот момент, когда там Аигис будет уже забирать себе воид. Вот мэйби. Оп-оп-оп-оп. Рошанчик, Рошанчик, Рошанчик. Вот он, Аигисов и Мортал. Ай, какую Хрону поставил Янг. Он испугался. Он просто испугался. Врывается Акс. Попал уже в Хрона. Так, Микаса тоже здесь. Ускавропмагу уже раступили. Тут Супернова ставится. Хорошо. Фреслосвоид убивает очень быстро Акса. Получается, Соник Вейв умирает сам тоже. Скайд тоже погиб. Алхаев вперед за Гартером пошел. Тут, видимо, убили СФа. Но у него Аигис. Сейчас, пока Юлит у себя в Теникс, еще до сих пор живет. Пытался уйти. Не получилось. Рекомо в соусе времени у Фэнга. Мэйби не почувствовал. Фэнг пытается драться один против всех. И в итоге четырех уже и Хоум потеряли. И, по-моему, СФ будет пять. Его сейчас будут просто разводить. Приходит Асгардер. Вплотную встали, как раз таки, перед смертью СФ. И чуть не отъехали. Но чуть не считается. И в итоге с Дэкой очень качественную драку появились. Но опять же Хроносфера. Хроносфера все зарешала. Просто Войд испугался. Сжалась у него в одном месте, когда он понимал, что противник ушел близко. Поставил Хроносферу, чтобы 100% забрать Аигис. Но в результате из-за этого, в общем-то, проиграли драку. Ну, байбайки есть и у Войда, и у СФ. Войду, возможно, нет смысла тратить. А вот у СФ, скорее всего, придется. Истерлифортификейшн. Ну, или же отдавать одну сторону. Сдэк. Лупят, лупят, лупят. Т3 Тавр сняли. Бараки тоже будут падать. Минус один, минус второй барак. Никто байбэк не юзает. Да, ну и в итоге с дэки. Благодаря выигранному замесу сносят и мид-линию. Ну что ж. Другой оборот принимает эта игра. Намного все интереснее становится. Абисл Блейд, тем временем, есть у Джаггера. Ну вот теперь хоумы точно никуда торопиться не будут. Вряд ли они будут сами нападать. Скорее будет такая больше пассивная дота от обороны. Потому что страшно. Кристаллис покупает себе Фастлос Войт. Ох, я думаю, сейчас как горит у тех ребят, которые поставили сейвовую ставочку на эхоум. Эхоум, я думаю, тут многие есть зрители, те, которые практикуют такое занятие именно в плане беттинга. Потому что команда, которая до этого времени не давала сбоев, сейчас задает сторону в первой карте против сдэкгейм. Смотрите, сдэк выходит сразу вперед на 10 тысяч петингам, по экспириенсу тоже 10 тысяч плюс. Ну очевидно, конечно, что это даже еще не 50% для победы в сдэк. То есть еще нужно будет серьезно попотеть, чтобы выиграть ее хоум. Но шансы, шансы действительно есть. Все неплохие. На топе протягивается сдэк. Сдэк готовы пушить Т2. Последний внешний тавр на спорте стоит. Как-то давным-давно джекернаут. Пытался его через антибутер систему пробить, у него не получилось. Ну а теперь вместе с крипами тавр он спушит. Точнее, мэйби, который тавр разбирает. Так, вниз ТП, свой тавр давать не хотят. Здесь активно, ведь, муши пушат. Муши, кстати, сыр. Смог и хоум передвигается на свою линию. Там уже никого нет. Там уже, если противника простыл, они просто прожали ТПшки и ушли. Что помочь может и хоум? Да, тут на самом деле ничего страшного не произошло. То есть все, что нужно сделать, это поставить грамотное хрона. И эта грамотная хрона решит все вопросы. Вообще, конечно, в идеале купить тебе рефрешер. Я про войду сейчас говорю. Две хроносферы, это вообще победа. Ну, на дэмэдж, в принципе, артефактов хватает. ТСФ там будет тоже лупить. И вы знаете, там бить 12 секунд. То есть, сколько там учатся. 12 секунд. Это загоним. Загоним 10 секунд суммарно получается рефрешер. Но времени все равно вполне достаточно для того, чтобы забрать очереднюю хорошо. А то ой-ой-ой, подцепили Микаса. Микаса, Глобал Сайленс. Просто взял, разорвал Клокверка. Сфере, встучая серия убийств. Будет ли его как-то убивать. Хилинг Варта, Омни, Слэш. Фесслос Войт сразу же вязает. Манта стайл, впрыгивает. И Микаса убивает. Наглость, наглость за наглость, конечно, оказывает. Джекер-на-то внезапно почувствовал в себе силы. Пошел убивать и Сэмфа. Не получилось. И Клокверк сделал абсолютно все грамотно. Зацепил фукшотом. Вот если бы еще Клокверк Коскептор себе приобрел, будет вообще здорово. Ну, 83 секунды не будет Джекер-на-то, но нет возможности их заставить, этот Джекер-на-то сделать пайбэк. Поэтому, я думаю, просто сдэки переждут. Так, рецепт на Шива. Это все Аксовское. Акс, Плейт Мэйл. Мистик Ставча нужно нафармить. Опять же немного магнитей не требуется. Мэйви покупает Сэп Лейт Мэйл. Так, инициация. Хекс, Фенга, Сэфа. Очень быстро это развалить, но есть сыр! Есть сыр, он прожимает. Берсик Сколда пошел. Через Мистик Флэй разобрели Венжи-Пул Спирит. Фенг. Прикам оф Солл запоздал. Такой дает. И там, астративно давно убежал. Но тут цепляет Акса, посмотрите. Отлично, Феник здесь контроль. Посмотрите, Аксу не дают уйти. Акс ТП Аут не отпускают его. Это третий фраг для Ихоум. Неплохо разобрались, вы знаете, даже без Фест Лос Фойда. Сперва четкий Мистер Флэйр, Венжи-Пул Спирит был, да. Во-вторых, сыр проюзал Шаду Финк. Это было вообще великолепно. И немножко ошеломлены были таким раскладом с Дэг. Отъехали. Покупает себе сразу бабочку Шаду Финк. Янг приносит себе готовый Дэйд Алз, не оставляя денег на байбэк. Ну и будут Т2 Тауру все-таки первые сносить, Ихоум. Тарфан еще долго, минуту 3 ждать. Это время пока можно обзавестись. Ну что, забрали Т2. Шиво покупает себе... Кстати. Что интересно, да? То есть, Квапа купила себе Шиво, а Акс, бедняжь, который с самого начала игры начал за Шиво покупать, остался без этого артефакта. У него тоже есть 30-ти на Шиво с Гаард. И что ему теперь делать, прикажете? Вторую Шиво собирает? Вторую Шиво собирает бред. Надо покупать Кирасу теперь. На Кирасу в жизни Акс никогда не нафармит. Как и, впрочем, Та Шиво тоже не особо получает. В итоге бегает этот Ксяо Хонг и вообще не знает, что ему делать в этой игре. 1-10-3. Акс, конечно, как мальчик для битья здесь. Но он даже больше раз погиб, чем, например, Венжи Фул Спирит или... Боже, я смотрю на Сайленсера. Как? Объясните мне. 2-0-6 играет Сайленсер. Кул. Жесть. Ой, там терение Микаса. Хорошо. Блядь. Как ярко через Абисо Блейд. Бывает. Вот скажите мне, как Сайленсер в такой игре... Суппорт Сайленсер не погиб ни разу еще. Как вообще такое возможно? У меня, правда, все на эскепе есть, да? Форст Афгус Кептер просто, чтобы жить. Но, блин. Но все равно это же Сайленсер. Это же его даже не чувствовать должны. Он еще в каждом замесе Глобалы дает. И вообще молодец. Гем, теоретия, у него есть у Феникса. И так, друзья, напомню, пока что это только первая карта в противостоянии с Декой и Хоум. Будет еще и вторая карта. Но, блин, и в этой карте вообще ничего не понятно еще. Народ. Терется это. Посмотрите, 6000 преимущества сегодня, что с Дек. Немного, по экспириенсу 5. Все это отыгрывается одним полузамесом. Ну и фармит. Фармит ССФ, мы видим. После бабочки 1100 еще есть этим вакантный слот вместо ТПРК что-то приобрести себе. Фесслос воид у нас. Ну вот очень важно, что же сейчас попытается купить себе воид. Очень хочу, чтобы он купил себе рефреш. Вот очень. Это может ЗАТФу, его команде, спасти игру. В этих подходах ставится дрижники, чтобы видеть перемещение Джаггера. 0.37 в секунду. Три удара в секунду делает Джаггернаут. С таким-то неплохим ДПС, да? По 300. Ну и вот стоят Ихоум, как я и говорил. Дефа на базе своей, не торопясь. Еще одна ошибка может привести их к поражению. Ну мы понимаем прекрасно, что даже если Ихоум проиграет этот матч или эту карту, они в любом случае будут в лидерах. А надо быть в ТОП-4. Так что Ихоумов все по-прежнему будет в порядке. Ну, понятное дело, что это игра принцип. Не хочется наиграют, конечно. Не зря их подписал такая легендарная организация Ихоум. Помните, со времен первой ТОТ еще. Убивали всех и вся. Время на ТТС-1012. Было-было дело. Ну, теперь большие надежды возлагает этот коллектив. Возрождают. Дэк, конечно же, хотят, чтобы эта команда на таком составе покоряла Интернешнл пятый. Но для этого проигрывать нельзя, конечно же, никому. Тем более мы знаем, что с Дэк... Одна из сильных, конечно, коллективов китайского дивизиона, но есть и помогучие, скажем так, противники. Которые будут на как раз-таки финалах у нас этого турнира. ТОТ-2 Айша Чемпионшипс. Так, зрение Микаса заходит в солныя Флейма. Опа. А Бисел Бейт завязал и спокойно сделал фраг. Неплохо. Знаете, вот в данном критом случае Шадо Блейд себя полностью реализует. Сколько было уже сделано фрагов в Джекернаут, когда он просто спины заходит аккуратненько в Инвизе и убивает. Да, конечно, можно сказать о том, что эта ошибка целиком полностью и хоум, ибо они позволяют себе такие передвижения в соло, отдачи какие-то. Вот. Но Джекер молодец. Он же этим пользуется. Что кто сорвёт? Сорвётся тот, кто пойдёт бить Рошана. Рошан появился. Сыра Егис есть. МКБ этим временем появляется Джекернаут, а это, конечно же, против СФ. Куть её бабочки. Ну, шестизолотовый Джаггер получился такой у нас. Сильный Микаса. Вот 3-100. Ничего не приобретает, но на байбек деньги оставил. Джекернаута тоже на байбек есть. Заходит на Рошанчика. Начинает его просто отбить. Ракетки залетают. Микаса прекрасно знает, что его видно. Будет ли реакция от Ихоум. Прыгивает Фестлесс Войт. Хрона по двоим. Истик Флэр в Микасу. Свапает отлично. Бенжи Пол Спирит. Глобал пошёл. СФ-чик заходит. Его цепляет Берсик Сколл и Макс Акс. Пэнк не знает, что делать. Получает, видимо... Баш. Абисал. Выгибает. Размен на то Бенжи Пол Спирит. Да, и Хрона была потрачена. СФ был потрачен без байбека. Кстати, отличная возможность, ребята, МС Дек. Во-первых, спокойно забрать Рошана. Они это делают. Купинов Пейн забирает Аегис. Прыгивает, кстати, дальше. Ой, цепляют Инфлейм. Инфлейм пока в Юл. Акс здесь просил по ХП. Пытался уйти на Форстафе. Не получилось справляться, наверное. Супер нова. Феникс пока живёт. Микаса выходит. Ну вот что с Джекер Наутом-то делать? Он ведь идёт и просто бьёт. Бывает Клокверка. Погоня дальше пошла. Скай. Откидывает Конкассе в шот. Пытается уйти. Неважно. По миду, захочли крипы. Они уже бьют на четыре товара. И сторону можно ломать. Ребят, там ТДС поймали. Всё-таки, посмотрите. Выбили гем. Прывается Охайо. Зря-то это. Блоги поставил. Ушходит. Клопа прыгивает дальше. На Инфлейма. Аегис прежнему есть. Прыгивает Фесслес Войт. С опаской прыгивает. И в итоге Мэйби даже ещё и ушёл. Вурна висит. Фукшотом догоняет Охайо. Хорошо. Он спил. Аегис. Чем занимается Дэк, я сейчас особо-то не понимаю. Потому что всё, что нужно было сделать. Сломать третью сторону. Наконец-таки. Заблажает Микаса. Подходит также Мэйби. После Аегиса. Падает очень быстро. Нижняя сторона. Так. Пытался Войт войти. Получил Саленс. 16 секунд. Охрана сфера. У меня слэш. Сразу же Манта стайл. Описал. Хекс. Всё это в Янга. ЗВАЕВ погибает. Войбеку ментально юзает. Охайо тоже здесь. Клопа заезжал. Подстанет. От него упрыгивает. Сто куни упрыгнул никуда. Он дерётся до последнего. Посмотрите. Прыгивает Войт. В погоню за Микасу. Микасу набивает. Без хромосферы, кстати. Но нижней стороны ребята из-за Хоум лишились. Но, откровенно говоря, могли и большего отдать. Могли отдать все три стороны игру в целом. Так что пока ещё держится. 30, 27, 49 минуты игры позади. Шикарная битва. Деминатор Шот и Финт. 2400 сверху. Акс 2 500. Я жду того радостного события, когда Акс купит себе хоть какой-нибудь артефакт. Уже. Так, ну Джаггер, по-моему, дело байбек делать не хочет. Какой смысл? В этом смысла абсолютно никакого нету. Главное сейчас, чтобы его команда не поумирала. Например, Венжев успел. Давно пора уже упекать. Чем она и занимается. Мэйбек тоже отходит. Переждать. Надо оставить себе вот эти вот 4400 денег. Пригодятся ещё на следующий файл. Венжев у спирт внезапно нафармил себе на БКБ. Ну что, и Хоум. Надоелось этим на своей базе. Решили сами, а не подраться. И Янку жичит возможность, чтобы ворваться и кого-то в хроносферу зацепить. Очень сильно мешает Венжев у спирт в этом плане, конечно. Эти свапы бесконечные из хроносферы. И ни один файт проиграли за этого и Хоума. Что же забрали? Фотавр. Хоум. И отходит назад. Топ-линия очень серьёзно пушится. Нужно дефть. Джаггер покупает тебе Даггер. Вместо Шаттублейда. Смог. Ходсдек. И побежали, побежали, побежали. Госкептор видим от Queen of Pain. Ох, вот сейчас Фестлос Фойда можно поймать. Фойд даже не добивает последнего криповичка. Просто текает. Потому что пропали с миникарты. Ребята, из дек. Их умирать не хотят. Убедили сейчас скелетончик недобитого. Поняли, что здесь недавно кто-то был. Но оттого уже и след постыл. Топ-линию будут ли ломать ребята из дек? Попаиваются, попаиваются. Пока тоже. Ведь не хочется всё своё преимущество давать в один файт. Преимущество это уже, кстати, 12 тысяч. Экспириенсу 8. Сатаник! До севчика. Это чтобы... Охидаться, конечно. Ну что? Вот, вот чего я ждал от Янга. Отлично! Затвоев! Ну вот рефрешер же. И рефрешер это залог к успеху. Если грамотно им пользоваться, можно и в соло весь замес выиграть. Но рефрешер он пока снял. Он поставок провязал. Рефрешер опять поднял. И касса 5300. Что мы ещё покупаем? Ну можно вообще вместо Face of Travel'а сделать. Но это он сделает, когда погибнет где-то на чужой территории. Войт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хронов никуда! Мистик Флэйр! Вылезь! Отлично! Эм... Ситуация, конечно. А ручонки-то дрожат, а то за твоё ху. И с холодной головой он сейчас. Напряжён, напряжён, он чувствуется. Поддавливает у нас по клинию с дек. Выпушивают. Оставляет держаться на базе хоум. Клопа покупает себе из Эрил. Что ставили, наверное, деньги? Табличка на байбеках. Есть только у Сайленсера и у Джекернаута. Ребята из их хоум-байбека вообще нету. Каждая смерть. Прожентерение Микаса вошёл на Фэнга. Хронов Микаса есть. Мистик Флэйр! Глобал Сайленс пошёл! Джекернаут умирает. Где байбек? Где байбек? Эльтраки больше не будет. Аксы запили. Так, Шивасгард вместе-таки он взял. Шот не точно. Клопа отпрыгивает. Янг в погоню бросается. Ну нет, у меня нет эханосферы. Можно просто руки бить. Отличный даггер-аут. Хекс в Янга. Баттл Хангер. У нас внизу пачка хрипов. Там заходите. Время вы же видите. Да, и будет падать у нас последний рейнджевой параг. Нет, смещает. Смещается. В плейм. Дефать будет. Ну что ж, в итоге минус Джаггер от их хоум. Один фраг. Мы не смогли сделать. Понятное дело, что этот фраг ничем не подкрепляется. Никаким сносом чего-то, да. Или там выходом из базы. По-прежнему все очень грустно. Уйхоум. Кажется, вард. Саленсер. 300, кстати, на фарм. Еще чуть-чуть подфармить. 1100 монет и можно будет Аканим купить райт-кликом. Болезная штука. Так, оха, этим временем. Фукшот не точно. Врывается все временем Акс. Форста. Пошел, сцепил. Видим Янга. Ой-ой-ой. Войд погибает без байбека. Бильда большая. Влог вверх. Ставит Коги. Издалека его просто побивает с руки. Это уже минус 2. Акс все временем пытается убить скамеров мага. Там инфлейм. Пытается ему помочь. Пытается даже убить Акса. Акс погибает. Неплохо получилось. Здесь СФ. СФ. СВЕНЖЕФОУС ПЕРЕД разбирается. Менга ПКБ. Стан умирает. В итоге 2 в 2 размен. Не так все плохо. Я уже думал, все, сейчас ребята из-за хома игру проиграют. А чего это без байбека это забей? Ну нет. Ну это почему опять же Микаса, да, вот у него была возможность вернуться в эту игру, купить себе тревела и прилететь помочь. Но этого не случилось. Так, там это что-то все залагало. Чем я залагал? Потому что залагал китайский сервер, это же не интернет. У меня с интернетом все в порядке. А вот с китайским сервером не все в порядке. И это начинает напрягать. Так. Давай теперь подключимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж такое-то? Че, карта не прогружается. Да ну в пень. На самом интересном месте. отлично отлично включение в общем-то англоязычные комментаторы тоже отключились год за проблемой набьем за сами ты у меня проблемы все дисконнект пишут тут но весело на самом деле ну это ладно этому только один я такой страдалец тут оказывается все подверглись такому лагу надо как-то делать есть возможно будет ноут интересно что там интересно с командами они продолжили играть и них тоже дисконнект я буду пробоваться переподключиться не знаю какие у нас еще варианты остаются а и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...